Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Екатерина Никонова, моя старая знакомая, сегодня ко мне пришла в гости поделиться желчью, болью. Мастер спорта по желчи, да? Да, КМС просто немножко, чтобы не дотянуло. Давай, наверное, сначала нашим слушателям расскажешь немного о себе, кто ты, чем занимаешься. Потому что, как я сейчас тебе сказал, я думал, что ты в бьюти-индустрии до сих пор работаешь, а ты вон ещё где. Давай. Так, ну, меня зовут Катерина, много лет, ну, как минимум четыре. Я занималась тем, что рисовала людям брови, собирала их на свадьбы, делала различные прически. Но, как бы, у меня есть высшее образование специалиста в области клинической психологии. И я решила, что, по-моему, пора реализовать это образование. И я пошла работать с педагогом-психологом в муниципальный центр. И как частный практик в медицинскую клинику быть клиническим психологом. И за то время, пока я получила диплом, то есть, получается, был период, когда от этого уровня эмпатии ты отвыкаешь, что ты должен пропитаться другими людьми. Сочувствием к ним, да? Да. И ты, как бы, отвыкаешь от того, что после каждого сеанса консультации ты всё равно это уносишь домой. И вот этот момент железобетонного характера, он ещё не выработался, потому что я прихожу, я ещё несколько дней прокручиваю это в голове, и ты сидишь такой в непонимании, ну почему, за что, как это происходит с людьми. Тебя это сильно так цепляет, да, все вот эти истории, которые происходят? Да, и это касается, скорее, практики как педагога-психолога в муниципальном центре, потому что ты со стороны видишь, как происходит вот этот момент формирования семьи, как ячейки, и что происходит с ребёнком. Ну, это у тебя уже отдельный пункт, это мы поговорим об этом, да? Да, ты в режиме реального времени просто смотришь, как происходит жизнь, вот. Ну, и порой это, ну, просто странно, это выводит из себя, ты понимаешь, какие люди странные, и ты сидишь, думаешь, ну, по-моему, со мной было что-то не так, но сейчас я всё понимаю. А тебе нравится работать вообще вот в такой сфере? На самом деле да, потому что в тот момент, когда как раз произошёл коронавирус, я была в каком-то экзистенциальном кризисе, я вообще не понимала, куда мне двигаться, я думала, господи, это что, мой предел? Ну, типа, что я буду всю жизнь красить и делать прически, и всё время взаимодействовать с женщинами, а взаимодействовать с женщинами крайне сложно в постоянной основе. И вот эта возможность пойти педагогом-психологом работать, это был как глоток свежего воздуха, я реально с удовольствием встаю в 8 утра, к 8 прихожу, то есть и дети, они потрясающие, то есть представляешь, сколько всего у них происходит впервые, они тебя всем этим заряжают, ты уходишь с работы, несмотря на все сложности, такой какой-то даже немножечко вдохновлённый. О, даже так, вспоминаешь молодость, да? Ну не то, чтобы ты просто смотришь на них и, вау, вы такие разные, вы такие все особенные. Там, знаешь, они задают вопрос из разряда, почему вода мокрая, и ты такой, ну, она просто мокрая, как объяснить то, что вода мокрая? А они с какими-то проблемами к тебе приходят, правильно, или как? Да, то есть сначала к педагогу-психологу они попадают за первичные консультации, чтобы, то есть, распределить, у них проблемы в области психиатрии, в области логопедии, либо, то есть, это расстройство какого-то аутистического спектра. Это могут быть просто дети там с фобиями, например, очень часто, то есть, они там боятся каких-то монстров, с проблемами гиперактивности, то есть, неусидчивая абсолютно, им сложно из-за этого в социуме адаптироваться, и то есть, мы исправляем, корректируем как-то эти недостатки. Ну, получается действительно оказать какую-то помощь прям существенную, то есть, ребёнок к тебе, допустим, приходил, вот, как ты говоришь, боялся там каких-то монстров под кроватью или где-то из шкафа, да, которые у него выползают, а потом ты какие-то с ним, да, там, сеансы, терапию провела, и он такой, хух, всё, не боюсь. Да, вот такие моменты, естественно, то есть, в этом же и смысл. Ну, поню, да, 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 просто мне интересно, да, чтобы ты рассказала немного про это. Да, просто суть в том, что, наверное, прям именно с конкретно фобиями темноты именно у меня не происходило. У меня был ребёнок, которого третировала на протяжении полутора лет воспитательница в детском саду, она его запугивала, что вот он самый маленький, глупый, страшный, он очень боялся ходить в сад. После коррекционной работы, вот где-то неделя-две мы, может, назад закончили, значит, он не боится больше эту воспитательницу, она для него кажется глупой, смешной, то есть, он её воспринимает абсолютно несерьёзно, и какую-то боязнь идти в детский сад у него, естественно, нет. Он даже как-то с юмором смотрит на эту ситуацию, вот, что, ну, как бы, недоразвитая, возможно, интеллектуальная, эмоциональная его воспитательница, что она так над ним издевалась. Поэтому какие-то такие моменты, да, они всегда радуют, ты чувствуешь свою победу в этом мире. Ну, это же круто, когда ты можешь просто помочь человеку стать лучше, преодолеть какое-то препятствие, какую-то преграду, которая мешает ему жить. Ну, нивелировать его проблему своего рода, да. Это же круто. Ну, ты прям серьёзной тётей стала. Я вот тебя слушаю, потому что мы с тобой последний раз вот прям что-то где-то встречались, разговаривали, мне кажется, миллиард лет назад. Да, мне кажется, это было очень давно, ещё учитывая, что у меня потом были серьёзные проблемы социализации вообще, я закрылась дома, я чувствовала себя прям потом, выходя на улицу, очень некомфортно, и мне кажется, произошло очень много изменений с тех пор. Тот случай, когда диплом человека, да, он отучился, и он не выбросил его никуда на поморку, и огурцы там на нём не стал резать, да. Не использовал как подставку для чая. Или типа того. Ну что, мы теперь постепенно переходим к твоему хейт-листу. Когда ты его написала, я прям почувствовал эмоциональный заряд вот тех слов, тех смыслов, которые ты туда вложила. Я подумала, ну, Катя придёт, будет, наверное, сжечь просто, просто сжечь. Я просто вышла с судебного заседания, с работы в тот момент, и это прям был эпик вот этого всего гнева и ненависти, который ушёл из меня. Поэтому я предлагаю следующее. Как обычно мы это делаем в подкасте, я зачитываю весь твой хейт-лист, а потом какие-то вещи, возможно, все, возможно, только те, которые мне понравились больше всего, мы уже будем с тобой обсуждать более детально. Итак, хейт-лист от Екатерины Никоновой. Ура, под ваши аплодисменты! И прям сразу же, меня нереально бесит, что люди руководствуются чем угодно, но нездравым смыслом рожая детей. Бесят бесцеремонные мерзкие подкаты в стиле а-ля дикпики и сальные комплименты от доставщиков, которые после пишут в WhatsApp. Если честно, я вообще первый раз про такое слышу. Я слышал про таксистов, но про доставщиков... Ты не представляешь, я до сих пор из того заведения не заказываю еду, потому что мне страшно, что придёт этот доставщик. Мы почти сразу об этом будем говорить. Жутко бесит женская мизогиния. Бесит, что клиенты постоянно посягают наличные границы. Бесит, что сосед ведёт со мной холодную войну. Невоспитанность бесит. Когда не здороваются, не знают правил, кто входит, кто выходит первым, не извиняются, отдавливая ноги. Бесит, что камень преткновения в отношениях — это кот. Я его обожаю, а парень ненавидит, и у нас просто до абсурда спор доходит. Бесит, что постоянно люди осекают, что громкий голос и экспрессивный. Ещё бесят собственные вспышки агрессии в обычной жизни. Бесят грёбанные инфо-цыгане, предлагающие мне купить их курс об успешном успехе, продвижении аккаунта, личного бренда, как полюбить себя. Бесит романтизации психических заболеваний, желание обнаружить их и у себя, и пытаться всех в этом убедить. Первое. Бесят, бесцеремонные мерзкие подкаты в стиле а-ля дикпики и сальные комплименты от доставщиков, которые пишут в WhatsApp. Это вот тот пункт, о котором я с самого начала хочу с тобой поговорить. Это прям болезненно. Недавно был просто роковой момент, когда я решила закрыть, короче, все личные сообщения. Ну, естественно, в Инстаграме я не могу этого сделать, потому что там у меня рабочий аккаунт. Вот, там ничего особо личного не происходит. Но ВКонтакте мне периодически приходили сообщения, которые, ну, они элементарно не со «здравствуйте», там «привет» начинались, просто как бы файл и такое интересует. Я думаю, ну, в смысле? Он свои половые органы присылает. Да, естественно, то есть они еще, возможно, подбирают ракурсы. То есть я не пытаюсь разглядывать. Я в эти моменты изначально пыталась что-то иронизировать, подкалывать. Ну, как бы люди с данной направленностью, то есть они же тебе пишут с определенной целью. Вот, я не думаю, что это какой-то подкол. То есть они предлагают встречи. На серьезном. Да, был, значит, мужчина, который предлагал мне деньги за то, что я, соответственно, что-то сделаю. Приятно удовлетворишь его. Да, да, то есть непосредством его. То есть я пришлю, как я делаю что-то, он мне заплатит за это деньги. Даже так, ну он извращенец, короче говоря. Да, да, вот. То есть он предлагал как бы помочиться на изображение, которое он пришел записать в видео и получить деньги. Ой-ой-ой-ой. Я думаю, господи, ну за что? То есть я что-то там подкалывала, шутила. Там вообще происходила лютая жесть. А кто эти люди? Кто эти люди? Чаще всего они пишут с фейковых аккаунтов. Потом еще какие-нибудь турки обязательно. Просто из деревень. Вообще был какой-то суперзабавный чувак. Он выглядит, как, я не знаю, жертвой инцеста глубокой деревни. Вот. И то есть он присылал сначала... Ну, с ним переписывался мой молодой человек. И он его, то есть там раскрутил. Дома пришли в свою такую фотографию. А вы еще издеваетесь над ними. Но это делаю не я. Я как бы вообще в эти моменты на самом деле жутко тушуюсь, потому что, ну не знаю, мне кажется, что посекают, короче, на мою безопасность. И я стараюсь дистанцироваться от этого. А молодого человека это веселит. Он там что-нибудь над ним начинает пошучивать. Ты просто написала, что доставщики. Да. У меня была, значит, эти акции. Дважды происходило. Это были разные заведения. И вот из одного действительно меня очень напугал. Я, значит, очень часто заказывала там бизнес-ланч. Ввиду того, что у меня ненормированный был график. Я с утра собирала свадьбу. Я отсыпалась. Где-то там к опеду я просыпалась. У меня лень было уже куда-то идти. Он приезжал сначала просто... Ну, то есть несколько раз выпадало, что мой заказ, он привозил. Потом в какой-то определенный момент, то есть я забираю свой заказ, закрываю дверь. Я сижу на кухне, я мне приходит сообщение в WhatsApp. Вот. И там, значит, сообщение подобное. Ну, что-то примерного содержания. Такие у тебя, конечно, прекрасные губы. И твой халат – это, конечно, нечто. Дашь мне, пожалуйста, свои аккаунты. Может быть, давай куда-нибудь сходим вечером. Я, то есть, объясняю доходчиво, что нет, меня это не интересует. Пожалуйста, мне надо писать. Он, то есть, продолжал надавливать. И мне стало страшно от того, что человек действительно знает, где я живу. Он знает, ну, как минимум предполагает, что проживаю я одна. На тот момент я действительно проживала одна. И он, то есть, в любой момент у меня достаточно хлипкая дверь. Если он захочет, он сможет подстарожить меня дома. И, на самом деле, наверное, было бы правильным позвонить в заведение и разобраться с этим. Но я очень сильно, опять-таки, стушевалась. И думаю, ну, я просто больше никогда не буду ходить в заведение и заказывать там еду. Вот. И это уже продолжается где-то, наверное, какое-то полтора, наверное. Да. Я больше оттуда ничего не заказываю. А тебе такие штуки периодически приходят? Вот такие сальные подкаты, как ты говоришь, вот эти фотки? Ну, вот ВКонтакте именно, да, связанные с дикпиками, с какими-то там бесцеремонными абсолютно сообщениями, то есть, опять же, даже беспривет, как дела там, что-то, ну, бывает, что они там любят поговорить. Пишут из разряд. Материться, может? Нет, материться у нас нельзя. Ну, предлагают сразу перейти к половому акту в матерной форме, скажем так. А я говорю, ну, оригинально, он такой, ну, а что, ходить вокруг да около? Я такая, а, класс, спасибо. ВК за рога сразу берет такой мужчина, да. Ну, да, такой, вроде как бы, думаю, зачем тебе кофе? Тут еще зачем-то что-то тратится, вдруг ты как бы безотказна. Причем мои аккаунты, они как бы не содержат никакого подтекста эротичного, то есть, и в одежде я хожу, ну, не сказать, что там какой-то. Может, и хожу в какой-то периодично открытый, но увидеть этого в интернете невозможно, потому что чаще всего какие-то фотографии, они портретные, макияж или что-то подобное. Вот. Есть абсолютно безобидные приятные мужички. У меня... Приятные мужички, классная категория, да. Ну, да, мне кажется, мужчина такой работающий вахтой на севере, а у него там какая-то куница стоит, фотографии куницы, заката. И вот он... Так, батя, батя. Да, и он с периодичностью там определенно писал «Доброе утро», «Добрый вечер», «Добрый день», «За светлой Пасхой вас», «Как поживаете?» То есть, есть вот такие кадры, и они, ну, смотрятся забавно. Тут как бы никакого страха ты не испытываешь, а есть вот определенные персонажи, от которых действительно дискомфортно. А как ты думаешь, в чем проблема вот этих людей? Ты вот анализировал как психолог, пыталась понять. Как психолог, наверное, нет, потому что я очень сильно субъективно к этому отношусь, потому что являюсь жертвой, соответственно, в этой ситуации. Возможно, из-за того, что в целом оголение тела, какое-то стирание норм, которые условно были в Советском Союзе, да, то есть обесценивание женщины в определенном смысле, оно приводит к тому, что люди думают, что окей, это классно, у нее, возможно, нет комплексов. Типа товар? Ну да, смотри, вот ты кусок мяса, я тоже в целом, у нас может что-то выйти. То есть думаешь, вот так все работает? Одно из предположений. Ну, частично не хотелось бы говорить обо всех девушек, но я говорю об определенных. Мы сами нивелируем свое достоинство. Следующий пункт, это бесит, что клиенты постоянно посягают на личные границы. Это все про те же подкаты, истории, или это про что? Нет, это... Или тактильные какие-то штуки? Нет, и это касается уже скорее рамок личного времени и какого-то вообще ментального состояния специалиста, к которому ты ходишь. У меня есть мужчина, это прям вот мое любимое, это доводит меня до ручки, он у меня консультируется по определенным вопросам, вот, он обратился ко мне в рамках работы в центре муниципальном, и там обычно я совершаю все какие-то рабочие моменты по телефону, если это не личная встреча, и телефон – это рабочий, то есть моих как бы личных данных там нет. Но сложилась такая ситуация, что тут мне пришлось ему дать свои личные данные, и с тех пор человек, с периодичностью где-то, ну, через день, иногда может каждый день писем по пять присылать, он может их прислать в пять утра, может прислать в десять вечера, если я на них не ответила, когда они там, допустим, пришли в десять вечера, я к девяти утра на них не ответила, он мне пишет сообщение на телефон, я вам там прислал письмо, вы срочно должны это прочитать. Ты как бы сидишь, ну, во-первых, тебе нужно структурировать вообще все, что он прислал, чтобы дать какой-то рациональный ответ на это, а порой это очень сложно, ну, как бы, понимаем, да, что человек, который у тебя строчит по шесть писем, там, за два числа условно, ну, как бы, есть у него определенные… Тревожный звоночек это. Вот, и нужно же быть еще супертактичной, ты же не скажешь, пройдите, пожалуйста, вот в дальнюю комнату подальше от меня и больше мне не пишите, вот, ты должен оказать помощь, как бы, я действительно хочу ее оказать, но это становится крайне сложно. У тебя есть рабочее время, есть время, когда ты отдыхаешь, почему ты не можешь здесь таким принципом руководствоваться? Так я отвечаю ему, естественно, свое рабочее время, то есть, которое там происходит с 8.30 утра до 17.30 вечера, вот. Но, соответственно, я же вижу, что эти сообщения приходят, я такая, да господи, ну, неужели, ну, ты же знаешь, в какое время я работаю, в какое нет, ну, все равно упорно продолжаешь продавливать свое, это уже своего рода эмоциональное насилие, манипуляция, то есть, над человеком, все, у всех есть проблемы, мы все прекрасно понимаем, раз ты пришел и обратился с ней, то тебе нужна помощь, но ты не один, это вопрос, то есть, эгоизма, таких, как ты, у меня, возможно, много, и других, которым тоже нужна помощь. Но его проблема, скорее всего, она важнее, чем у остальных. Да, причем из-за того, насколько сильно эмоционально человек встревожен, он может повторять одно и то же, то есть, у него, значит, как я поняла, единственное, он не трогал меня в майские праздники, то есть, действительно, с 1 мая по 10 не было ни одного сообщения, но 11 в 6 утра. Ох ты. И у него, значит, были, наверное, заметки или документ в Word, и он там его дополнял все дни, по которым он хотел мне написать. У него были сноски, он мне их прям прислал таким здоровенным лонг-ридом. Подготовился, подготовился. Да, и у меня, то есть, ушло часа 3, наверное, действительно, на ответ по всем пунктам, которые он прислал. Это же эмоционально очень сложно вывозить такие вот встречи, такие разговоры, учитывая то, что это действительно не один человек у тебя бывает вот с такими проблемами, обращается к тебе. Естественно, периодически еще в рамки моей рабочей деятельности входит выезд на судебные и следственные заседания, вот. Не знаю, может быть, в каких-то моментах я очень эмоционально лоббильна, и мне это просто перенести, да, в тот момент, когда я что-то слышу в первый раз, когда у меня происходит генерирование ответов, рекомендаций каких-то. Именно в этот момент я волнуюсь. Мне действительно больно, там, тревожно. Иногда, сидя в следственном комитете, очень хочется заплакать, потому что страшно от того, что вообще происходит. А потом как-то, не знаю, ну еще, может быть, день ты ходишь, может быть, полдня, а потом такое утром встало, там уже новые проблемы. Тебе некогда думать о том, что было вчера. Ты сидишь, занимаешься тем, что уже нужно сегодня сделать. Да, наверное, в какой-то момент ты все-таки обрастешь вот этой броней и не будешь воспринимать все это так близко к сердцу. Ну, я думаю, да, и я уже более-менее близка к этому. Адаптировалась, да? Да. Хорошо, переходим к следующему пункту. И ты прям вот здесь когда-то написала его. Это, по-моему, был, наверное, самый первый пункт, который ты мне прислала. Это здесь. Меня нереально бесит, что люди руководствуются чем угодно, но нездравым смыслом рожая детей. Что ты имеешь в виду? Если есть какие-то примеры жизни, то давай прям сразу с примеров. Смотри, у нас же есть соглашение, да, которое мы подписываем с клиентами. И, то есть, неусловно, имена, что-то, какие-то частные случаи я не могу говорить. Ну, придумаем сейчас какой-нибудь... Давай такой общий сборный какой-то. Да, обособленная, допустим, смотри, есть ребёнок, у которого стоит клинический диагноз, синдром гиперактивности и дефицита внимания. То есть, представляешь примерно, чем это обусловлено, что ребёнок неусидчив, у него переключаемость быстрая, ему тяжело осваивать что-то, у него... Это не с аутизмом случайно связано, что-то очень близкое как будто. Нет, там есть различные положения, как обосновываться, из-за чего это происходит. Но в целом это недостаточное кровоснабжение, то есть, шейно-позвонковых зон. Вот. И у ребёнка отсутствует определённая концентрация внимания. И его фактический возраст немного разнится с его психологическим. То есть, это чаще всего становится очень заметно к моменту того, что ему нужно идти в школу. То есть, он не может спокойно сидеть за партой, он без спроса хватает там стёрки, ручки детей, он с ними дерётся, дети с ним не очень контактируют, вот, повышенная агрессивность возникает. И, допустим, вот есть семья, в семье есть такой ребёнок, да, и, казалось бы, нужно плотно заняться его подготовкой к школе, вообще как-то с его здоровьем, ну, то есть, потому что с этим работать можно. Да, это требует постоянного внимания, дисциплины со всех сторон, то есть, соответственно, семьи. Это же лечение наверняка. Да, и, то есть, в этот момент они такие, о, сейчас бы родить второго, мне первому идти в класс, у него проблемы, я на седьмом месяце беременности, у меня там, допустим, отечность, я не могу ничего делать с собой, я в целом лежу на диване, естественно, я постоянно ору на ребёнка, ребёнок ещё сильнее нервничает, потому что, ну, он не виноват в том, что с ним сейчас происходит. Очень часто происходят какие-то манипуляции родителями в различных вопросах, очень часто я слышу, когда они пытаются их успокоить, они, во-первых, ну, я не родитель, да, возможно, мне не понять, но они все начинают орать, ребёнок очень тяжело воспринимает крик для него, это сразу переходит в зону защиты. Да, ну, как бы, ну, никому неприятно, когда на него орут, они становятся в некоторый ступор, и потом начинаются очень серьёзные манипуляции, которые приводят к огромным психологическим проблемам, например, если ты сейчас не прекратишь что-то делать, я тебя не буду любить. О, даже так говорят? Ну, это очень страшно, это вот, у меня было несколько таких родителей, и это происходит в коридоре центра, то есть, у нас ещё двери соседние рядом, и они это кричат так громко, и я стою, думаю, ну, неужели, ну, в смысле, я, действительно, я отвожу в сторону, там, объясняю, что так делать нельзя, но нет никаких гарантий, что этот родитель дома не проделывает всё то же самое, вот. Так как ты пытаешься объяснять этим родителям всё-таки более подробно, как-то их на один разговор приглашать и говорить, ну, слушайте, у вас и у ребёнка действительно есть какая-то проблема, и вот так нельзя? Конечно, понимаешь, но всё, что я говорю, это носит рекомендательный характер, это незаверенная документация, это не принуждение к каким-то действиям, то есть, я могу всё это разжевать, объяснить, но гарантией того, что они действительно как-то исправятся, ну, нет, ну, мы же прекрасно знаем, что научи, там, дурака Богу молиться, он лоб расшибёт, ну, как бы, они, если уже используют эту манипуляцию, то есть, они чаще всего её и оставляют в своей жизни, да, там кто-то, кто действительно обеспокоен состоянием ребёнка, вот, я как бы не обесцениваю, что другие не обеспокоены, но они просто эмоционально ещё не очень доросли до той стадии понимания, вот, кому нужно, они всё это усваивают, они впитывают как губка, тем более потом, если у них возникают вопросы какого-то другого спектра, они также записываются на консультацию, уже работаем мы с другим вопросом. Иногда это действенно помогает, а порой не очень. Ну, такие больше токсичные всё-таки отношения ты наблюдаешь. Да, ещё это очень часто видно, когда выезжаешь на какие-нибудь судебные заседания, допустим, я там ехала на своё слушание, я шла по коридору, и я видела картину, как женщина, ну, достаточно молодая, она просто валялась в коленях у мужчины, просила привезти ребёнка, видимо, там шёл процесс либо по определению места жительства, либо по порядку общения, но мужчина насмехался, проще говоря, над ней, что, ну, не увидишь ты ребёнка, типа, делай, как я скажу, тогда увидишь. Ну, то есть, ему ребёнок не нужен, ему просто хочется сделать ей побольнее, а то, что происходит вообще с этим ребёнком в этот момент, это остаётся загадкой, то есть, насколько сильно он травмирован, это совершенно другое, мне кажется, ну, нельзя без определённой подготовки давать людям рожать детей. Ну, вот да, я как раз об этом и хотел спросить, ты пишешь, что они руководствуют чем угодно, но не здравым смыслом, то есть, по идее как? Этим людям нельзя рожать? Как ты, вот, что ты имеешь в виду? Я не могу кому-то запретить или разрешить, рожать. Ну, твоё мнение какое, просто пишешь, они руководствуются чем угодно, не здравым смыслом, то есть, вот что, как ты видишь решение этой проблемы? Решение проблемы? Ну, мне кажется, это как с отношениями у взрослых людей, нужно привести некоторое количество справок, да, допустим, то есть, там, от психиатра и от уролога, я не знаю, венеролога, что всё, вы здоровы, с вами можно заводить отношения. Тут также, по-любому, родители должны пройти подготовку родительскую, как есть, например, для опекунов, люди, которые берут в опеку, у них, то есть, есть там курсы подготовительные для родителей приёмных. Мне кажется, это должно быть обязательно, где объяснят основы детской психологии, как это всё работает, то есть, те проблемы, с которыми они чаще всего могут столкнуться, и как они себя должны в этих проблемах повести. Да, я думаю, это логично. Семейная психология должна работать, то есть, для того, чтобы появлялся ребёнок, у вас должны быть более-менее уравновешенные отношения с вашим партнёром, то есть, там будет женщина, мужчина. То есть, да, если у вас там искры и ножи летают, то вам лучше как повременить немного. Ну да, ребёнку там ползать не очень. Согласен. Но вообще, да, это очень интересная мысль, чтобы проходить родителям не только опеку, нам и родителям какую-то подготовку, потому что все мы знаем, что бывает, когда про его есть ребёнок, и как его могут вот так вот волочить за собой, и, знаешь, матом на него там ещё отсыпнуть. Говорит, да, это мой ребёнок, я с ним что хочу, то и делаю. Это приравнивает к тому, что ребёнок – это просто игрушка. Игрушка какая-то, да. Знаешь, есть мемчик ещё такой, она ты, наверное, видела огромный такой какой-то полиэтиленовый мешок с водой или что-то такое, там маленькая такая дырочка, и написано «Проблемы в семье», и такой мужик с маленьким пластырем заклеивает, типа «Родить ребёнка». Да, да, это такое частое, мне кажется. Жутко бесит женская мизогиния. Да, давай рассказывай, что почему это только женская? Никто ненавидит женщину сильнее, чем другая женщина. Давай, горяченька. Возможно, эта позиция субъективна, но всю мою жизнь, к сожалению, происходит так, что... Ну, я своего рода человек очень экспрессивный, мне нравится общаться, да, это происходит волнами, то есть я не всё время... У тебя итальянцы, возможно, в крови были. В роду, вернее. Возможно, да, от меня что-то укрыли. Мне всегда хотелось дружить, это прямо с детского сада пошло, я знакомлюсь с какой-то девочкой, я прям в восторге, ей меня аж трясёт, и я потом знакомлюсь с другой девочкой, я знакомлю их вместе, и всё, классно. Я думаю, господи, мы сейчас будем дружить, как тотали спайс, как зачарованные, всё будет классно. Лунная призма. Да, дай мне силу. Так. Вот, и потом происходит нечто, эти девочки начинают дружить против меня, и это началось с детского сада, и это было в школе. В универе у меня вообще начались жуткие панические атаки из-за того, что я училась в группе, где был один парень и 16 или 17 девочек, и я впадала в реальную истерику, чем ближе я подходила к универу, потому что... Почему? Это же он должен был впадать в паническую атаку, он же один парень среди девочек. Парень по итогу женился на нашей старости, у них всё получилось классно, он просто обуздал эту толпу. Так. Не знаю, просто понимаешь, когда вы ещё в периоде пубертата, просто это сейчас стало очень остро из-за того, что у меня есть периодически на консультации подростки, девочки, они сталкиваются с той же проблемой, когда, допустим, ей купили какую-то вещь, которую хотели все, купили ей, и начинают жёстко хейтить то, что там, ну, возьмём случай, там купили девочке кроссовки, родители, которые хотели, все девочки, вот, и как бы они начали говорить, кроссовки палёные, и сама ты, Маша, не такая, и всё очень плохо. Подростки же такие, да, жёсткие. Да, и она, то есть, она же знает, ну, она же понимает, что они настоящие, то есть она там, она бегала с этим, тряслась, они вроде как бы всем нравились, теперь всё перестало нравиться, вот, и как бы в ситуации со взрослыми женщинами это работает несколько иначе, ну, не совсем взрослыми, окей, взрослеющими, то есть ни одна женщина, не знаю, не то, чтобы не сделает, она три раза подумает и должна быть действительно свободной эмоционально, чтобы похвалить другую женщину, то есть, допустим, заходишь в комментарии, любимая в Инстаграме на какие-нибудь паблики, people talk, что-нибудь такое, где знаменитости женщины, они там на ковровых дорожках, и все они потрясающие, там, либо где-то они, наоборот, ну, в реальной жизни засняты папарацци, ты открываешь комментарии. И моя любимая, вы посмотрите, вот это она обрюзгала, ну, топ, конечно, ни о чём, но где женщина выглядит, действительно неплохо, но прям красиво, у неё лащёная кожа вся, она такая классная, но наша звезда, она там классная, возможно, актриса. Нет, чтобы написать что-то приятное, нужно написать именно что-то отвратное, и это всегда превалирует женские комментарии. Мужчины обычно пишут, да, чего там, классная чувиха. Да, да, ну, скорее всего, так и будет, да. Да, и вот, то есть... В таком-то возрасте ещё, например, да. Вот этот момент стать свободной для того, чтобы адекватно оценивать себя, это всё, естественно, идёт от того, что нам что-то не нравится в себе, и нам... Это самоутверждение какое-то ещё. Да, нам нужно оттянуть от себя и написать, ну, вот, что-то она там вообще не очень. А я-то ещё сойду, как бы, да. Да, и вроде как бы, ну, выкинул желчи такой, о, теперь можно и детей пойти понянчить, теперь настроение есть у них, всё. И родить второго. Да, сейчас бы ещё и капитал нам там навалит государство, и за школьников денег дадут. Вот, мне кажется, это тоже одна из причин, почему они рожают безбожно так сильно. А тебя, ну, с тобой ещё это происходит, вот эта женская мизогиния, то есть ты сталкиваешься с ней ещё, или это всё осталось уже там, в далёком прошлом? Сталкиваюсь. Да, ну, давай тогда рассказывай, раз уж ты здесь. Это происходит, причём очень как-то курьёзно и случайно. Я хожу, значит, в наушниках, естественно, мы сейчас все гоняем половину в беспроводных наушниках, они очень часто закрыты волосами. И бывают даже моменты, когда они разряжаются, да, но тебе так лень их что-то убирать, ты идёшь посреди улицы, ну, вот, значит, рассматриваем такую ситуацию. Значит, стою я на перекрёстке, жду, пока загорит светофор, в этих наушниках они сели, стоят рядом две девушки. Но у меня такой периодически очень экстравагантный стиль одежды. Допустим, я там гоняю в длинных в пол пальто кожаных, там а-ля матрицы, какие-нибудь ботфорты. Ну, и вот стою я в подобном наряде, стоят эти две девушки такие, ну, и начинают, естественно, ну, чё, не могла пальто ещё по длине, а лицо видела вообще, как будто ей, не знаю, там, не додали какую-то зарплату. Ну, условно говоря, то есть там, естественно, был мат, я просто думала, как это заменить. И слишком она надменная, а брови ты её видела вообще? Ещё и с пирсингом, кто сейчас вообще носит пирсинг? Типа, надо губой. А сколько им лет было, стой? Ну, слушай, я не могу угадать их возрастом. Ну, пример, ну, это что, это твои ровесницы, или это уже тёти такие старшие, знаешь, взрослые? Слушай, я думаю, они были младше, просто они сейчас так выглядят прогрессивно. Прогрессивно, да. Да, да, то есть они там... То есть они сказали, что ты колхозница, по сути. Нет, ну, не то, что колхозница, а то, что, ну, я странная. То есть там есть разница, они говорили про то, что и пальто классное, ну, что-то куда она в нём вообще вышла, то есть, а я иду, я иду на работу, мне нужно, у меня там дети ждут. И я это всё слушаю, думаю, ну, ё-моё, ну, ладно. Хотя, знаешь, наверное, не колхозница, а скорее панкухой такая, типа... Панк сейчас уже в моде, наоборот. У них совсем другой панк. Не тот, что был у нас, да? Это не сектор газа и не король и шут петь мои осёлы. Это совсем другая история. Да, камнем по голове, да, это я согласен. А ты никогда не стояла по другую сторону баррикад? Осуждая сама женщин? Да. Не была ли ты пушером вот той женской мизогинии? Слушай, ну, если вспомнить меня лет в 16-17, как раз из-за того, что была крайне озлоблена на других девушек, за то... Ну, как-то не нравилась я им, да? То есть, с мальчишками у меня всегда было классно, я дружила из-за этого с парнями. И, естественно, я чаще всего была там одна из немногих девочек, которые тусуются в компании. И другие девочки, которым нравились парни именно как перспективы отношений, они находили во мне причину, то есть, им объединялись. Этот коллектив сплочался для того... Серпентарий. Да, да. Ну, и, естественно, я не из робкого десятка, язык у меня был крайне острый. И мне не нужны в целом причины для того, чтобы ударить человеку по больному. Во-первых, у меня есть определённые аналитические способности в том, чтобы понять, где человеку неприятно. И если я нашла эту точку, я добью. Ну, ты тронула меня первой, к сожалению. Ну, естественно, с возрастом это ушло, я поняла, что это бесполезно. Ну, не то чтобы бесполезно, это больно. Это рождает психотравмы, глубокие психологические проблемы. И вокруг вот становится всё больше таких вот женщин, которые с детьми, и это всё закольцовывается. И она, да, и она такая отвратительный топик, и рожа вообще не очень. Да, поэтому пойду ещё пять детей рожу, и буду говорить им, что я их не буду любить, если они не будут есть суп. Да, и потом я ей скажу о том, что женщина – это вообще зло, и она тоже будет так думать о женщинах, и потом они группой забьют какую-то девочку, потому что она выглядит не так, как нравится коллективу этих девочек. Это, да, это яма. Очень-очень-очень печально это звучит. Но нет, именно вот напрямую ты сейчас так сталкиваешься с этим, или уже всё, это уже ушло? Я думаю... То, чтобы прям вот лицо в лицо тебе это говорили. Я думаю, это ушло, потому что в целом это носит всегда характер говорения за спиной, ну, девочки-мастера спорта по сплетням, то есть у сплетен ещё есть вот эта граница того, когда это причиняет боль людям, и когда ты с подружкой просто перекинулся каким-нибудь сообщением в директ, вы поржали и успокоились. Вот, напрямую же нет, да и я не настолько социально активна, чтобы с этим сталкиваться, потому что вы, я бываю на своих работах, хожу в кино и дома, да. Хикан. Я ограничила вероятность получения каких-то дискомфортных ситуаций. Очень мудро. Мы сейчас переходим к такому пункту, где как раз на твою личную территорию именно дома, как я понимаю, какие-то там, да, происходят поползновения, и это пункт, где бесит сосед, да, ведущий со мной холодную войну. Вот давай сначала дадим определение. Соседская холодная война. Как она выглядит и что это вообще значит? Так, ну, у меня есть такой, ну, уже, наверное, по годам фактически пенсионер-мужчина, у него есть жена. Когда я въехала в дом, в котором я живу уже несколько лет, всё было вроде бы ничего. Потом начали происходить ситуации из разряда, допустим, у меня там коврик, да, лежит под дверью, он постоянно, то есть, был перевёрнут, на него была пыль стряхнута, ну, то есть, я вижу, что их коврик чистый, а на мой они всё натрясли. Вот, допустим, у нас подъезд и этажи делятся на крылья дома, то есть, у нас один подъезд на два крыла дома. Допустим, я захожу в своё крыло, и я живу в самом конце, то есть, там света нет, он тёмный, у нас должен гореть светильник на всё крыло, то есть, освещать как следует. И этот мужчина каждое утро проходит и выключает этот свет. Я выхожу следом из дома, я включаю этот свет, и он знает, что я ничего не увижу, выходя из своего дома. И я уже готовлюсь морально, что сейчас выйду, там будет темнота, и он это продолжает делать из раза в раз. Он никогда не здоровается, а если и здоровается, то у него всегда такое прищуренное, недовольное лицо. Я попробовала действовать другим способом. Я решила такая, подойдём со стороны позитивизма. Обезоружим их своим весельем. И каждый раз они как вкопанные стоят, не понимают того, что они себя ведут не очень, а я как бы на это, наоборот, реагирую с юмором. Они начинают бесноваться. Его жена впадает в такую же ситуативную реакцию. Потом у меня был ремонт, и, увы, он, к сожалению, продолжается. Ой, я тебя так понимаю. У меня закончился в конце зимы ремонт ванны, и, о господи, я вот эту пыль просто возненавидел. Ты сколько бы ни мыла, она как будто бы всё равно всегда с тобой. И суть в том, что ты же выносишь какие-то старые элементы интерьера. Допустим, у меня это была межкомнатная дверь, и она состояла со стороны моей двери. Их стена другая. Они, значит, ходили, постоянно мне капали на мозг. Что, у вас тут стоит дверь, вы уберёте дверь. Я говорю, понимаете, вот приедут люди, уберут дверь, она тяжёлая, я её убрать не могу. Вот так вот. В определённый момент это дошло до того, что, то есть, я нахожусь дома, мой молодой человек собирается идти домой, и он мне присылает фотографию в Телеграм, на которой изображена, значит, входная дверь нашего дома, и она подпёрта межкомнатной дверью таким образом, что выйти из квартиры невозможно. Они подпёрли ручку. И то есть, а мне там через несколько часов после этого мне нужно было бы ехать на работу. То есть, если бы не получилось так, что молодой человек вернулся домой, я бы просто потеряла деньги, осталась бы без работы, ну и получила бы там не очень интересные комментарии касательно этого. Негодяйский поступок. Да, и то есть, когда потом я столкнулась с женой этого мужчины, говорю, вот как бы ситуация такая, вы как объясните? Они говорят, это не мы. А кто? Ну, этого действительно больше некому сделать, потому что ещё одна квартира – это мальчики, которые квартиранты живут, а другая квартира – там, значит, живёт женщина, очень приятная, замечательная, у неё есть магазин внизу нашего дома. То есть, это явно была не она. Мы с ней в достаточно приятельских отношениях, женщина замечательная. То есть, ну, разбираться по этому поводу далее, ну, какой смысл? Но вы никак не пытались зарыть вот этот топор войны и вообще понять вот суть, вообще причину возникновения вот этой вот... Я же говорю, я с ними всегда здороваюсь. Если мы там сталкиваемся вечером, я желаю... Ну, это здороваться – это же одно. Нет, я желаю хорошего вечера. Как там ваши дела? Они просто стоят и молча смотрят. О том я и говорю. Они, может быть, думают, что ты стебёшься над ними. Мы же все в разных реальностях чуть-чуть живём. Я вот об этом. То есть, поговорить. Ну, думаешь, стоит им задать прямой вопрос? Конечно, конечно. Думают ли они, что это сарказм? Ну, конечно. Ну, что ж, возможно. Я там, если у меня есть всегда в сумке какие-то... Я сладкоежка, у меня всегда в сумке конфет. Если они идут со своими внуками, я там всегда дам внукам конфету. Я не знаю, может быть, я не думаю, что я пытаюсь отравить моего внуков и отбираю. Я думаю, надо задать... Да, простой вопрос. Возможно. Почему у нас всё так? То есть, я же не думаю, что тебе кайфово жить, да? Вот в такой вот постоянной какой-то... Ты встаёшь, и ты уже с утра в такой заряженной энергии, а тут открывается дверь, тут темно, и ты такой... Или не открывается, наоборот, дверь, знаешь. Ты просто замурован. Да. Ладно, хорошо, я понял про... Это, конечно, очень странно, и я тебе не завидую, и вообще не завидую всячески. О, ещё он социально ответственный гражданин, я забыла сказать. Да, что... А, он же, наверное, после 11, да? Тынь-тынь-тынь по трубам или звонит в правоохранительное? Нет, у нас стены, да, и он действительно... Мы разговаривали крайне громко, вот, не буду спорить, вот, но это происходило просто рядом со стеной. Он вызвал полицию, ко мне приходит на следующий день участковый, говорит, ну вот так и так, я говорю, какой конфликт? Никакого конфликта не было, кто кричал? Ничего, не знаю. То есть, и он постоянно жалуется. У него всё не так. Потом он нажаловался на какого-то, значит, нашего главного по дому, что ли, который якобы пользуется комнатой, где мусоропровод, ну, там, у нас был когда-то мусоропровод, есть какая-то там коморка, что он пользуется в собственных личных целях. Вот он такой социально ответственный. Какой кошмар. А то вдруг там он вёдра хранит в этой двери, а это такое, это общественное нельзя. То есть, ко мне приходит ещё по этому вопросу участковую разбираться. В квартире до меня жила девушка с собакой. Он постоянно звонил участковому, в полицию жаловался, что собака без намордника идёт до лифта. То есть, там такой мужчина, но он со своими звоночками. Тебе точно надо с ним поговорить, потому что я бы так не смог уже жить, серьёзно. Я бы психанул, потому что я тоже очень... У меня высокий уровень терпимости. Хорошо, но следующий пункт как раз о том, что бесит собственные вспышки агрессии в обычной жизни. То есть, давай сразу так определим, в обычной жизни это что? Это не работа, это просто вот дома где-то там, да? Естественно, я не могу на работе показывать истинные эмоции. Допустим, истинную боль за что-то, истинную агрессию от манипуляции родителей подобными фразами, как мы говорили про то, что я не буду тебя любить. И это подавляется. То есть, мне приходится подавлять эти эмоции, и потом они влазят вообще в самых ненужных местах в моей обычной жизни, в моей личной жизни. У меня бывает ситуация, что у меня накапливается настолько это всё сильно внутри, что я могу просто пойти на улицы, зарыдать на всю улицу от злости. Причём я всегда понимаю, когда я огорчена, а когда я прям злая. И вот у меня через слёзы выходят эти эмоции. А когда ты идёшь мимо кристаллов 12 дней и рыдаешь на взрыт в голос, ну как бы не очень. Да, согласен. Не очень. Ну или если я начинаю злиться, то есть во время какого-то конфликта я уже не могу остановиться, потому что у меня в голове на крутом идёт вообще всё, за что я злилась на протяжении там нескольких дней. И там чисто как в лучших традициях бразильских сериалов. Мои восклицания, крики, причастные обороты – это просто лучшее. А ты как-то работаешь вообще над этим? Да. Ты хочешь к психологу? Я хожу, да, к психологу периодически. И ещё у меня есть способ такой своеобразной музыкотерапии. Ну, у меня, значит, всегда есть три трека, под которые я просто танцую и ору, причём я их включаю очень громко, это помогает снять напряжение. Это, значит, трек «Дельфина. Я люблю людей». Вот это лучшее. Всем советую. Прямо на полную включать, начинать танцевать, орать, прям становится хорошо. Потом трек «Дилер» у «Дельфина» и у «Кирпичей торчи». Вот, мне кажется, они такие агрессивные, да, они агрессивные, они помогают как-то выплеснуть вот это всё. И вроде как идёшь, потом всё, танцуешь, улыбаешься с соседями. Полегче становится. Тоже, как мы прямо, у нас всё один, да, подвязывается под другой пункт, это бесит, романтизация психических заболеваний, желание обнаружить их у себя и пытаться всех в этом убедить. Я просто сейчас сразу тоже такой небольшой пример расскажу. Я видел несколько, где-то я в Инстаграме это видел, или, может, в ВКонтакте, ну, скорее всего, в Инстаграме, каких-то девочек, ну, они прямо, да, видно, что они младше меня. И они такие, о, боже, я только что пережила паническую атаку. То есть вот это, да. Я, понимаешь, я вот, ну, я пережил несколько панических атак. Это не то, чем хочется делиться. Это, во-первых, не очень хочется этим делиться. Во-вторых, ты думаешь, что вот-вот ты сейчас, ну, просто умрёшь, да, вот у меня вот такое вот было. И, ну, последнее, о чём ты думаешь, это чтобы сейчас зайти в Инстаграм и рассказать. Ох, хочется, да, поделиться с миром. Да, да, вот ты вот об этом. Я, скорее, даже о более серьёзных клинических диагнозах, допустим, будем брать, мне не нравится, когда люди говорят, у меня депрессия, я там была в депрессии. У тебя было похмелье, ты два дня просто смотрела, я не знаю, сериал «Сплетница», всё окей, у тебя просто абстиненция. Я не знаю, забросил парень, я в депрессии. Депрессия – это серьёзный клинический диагноз, который может пробыть с тобой всю жизнь, и он сводит тебя в могилу. И это, во-первых, обесценивает переживания людей, которые страдают данным диагнозом, и способы лечения, специалистов, которые занимаются этой проблемой. Дальше, моё любимое – это биполярное расстройство. Как же это модно сейчас. Да, мне кажется, это стало модно в году 17-м, когда об этом, я не помню, по-моему, был какой-то трек Оксимирона, с которого всё пошло, и там как-то всё понеслось. Тогда он какой-то там, причём коротенький, после проигрыша гнойном, ну да, не суть. Да, и вот суть в том, что это в абсолют как-то произошло в эти несколько лет, что каждый считает у себя, не знаю, мне кажется, обязательной программой выявить, сказать. Говоришь, ну а ты как-то с этой проблемой работал, что ты сходил к психиатру, ты, значит, провёл исследование, там, электроэнцефалограмму, то есть там, что тебе сказал специалист. Нет, я просто это знаю. Я невозможно просто это знать. Во-первых, люди, у которых есть данный диагноз, им очень часто ошибочно изначально ставят депрессию, потому что цикличность, мания и депрессия превалируют в сторону депрессии. Эти люди большую часть времени находятся в подобном состоянии. И выявить, и действительно диагностировать, и лечить правильно, это сложно. Это, опять же, обесценивает то, какой сложный путь проходят данные люди. Плюс я недавно, ну как недавно, год назад на кинопоиске посмотрела сериал, отличный сериал, в лучших традициях каких-то забавных британских. Называется он «Галяк». Там играет актер, который играет в «Обросы». Гиллиган. Да. Мне очень нравится этот актер. Возможно, я субъективно. Его персонаж, ну, в сериале «Галяк» — это парень, страдающий биполярным расстройством как раз. Он же ходит там к психологу, к странному очень. Психолог является зависимым торчком, который любит трогать женщин за колени. Суть в том, что нам весьма не тонко намекают к тому, чтобы нам импонировал этот персонаж. Конечно, и чтобы мы делали так же, как и он. Ходили к психологу. И девочкам в связи общения с другими женщинами, ну, очень нравится этот персонаж. А это как бы вот антипод того, как должен выглядеть партнер. И, ну, здоровый взгляд должен прекрасно понимать, что отношение с подобным человеком — это очень сложно, это не весело. Но это же бэтбой, понимаешь? Это же романтизация бэтбоя. Это уже не бэтбой. Одно дело, когда он в 17 лет ходил тегл на билбордах, типа такой, я классный парень, а еще играю на гитаре и катаюсь на скейсе, мой самый сложный трюк у меня впереди. Очень такой образ, знаешь, яркий. Ну, как бы это подавляющее большинство людей из моей старой жизни какого-то подростка, вот это каждый второй парень. А когда вы вырастаете, ну, это становится очень грустно. И романтизация данных образов, она ненормальна. То есть, допустим, будем брать даже какие-то старые сериалы в «Блудливую Кулифорнию», допустим, вот отношения Хэнка Муди и его жены, это вообще очень больно. С самого начала до самого конца, но они романтизированы. Они же почему-то все время их сталкивают. Это больно, они такие «любовь через страдания, господи, мне так это нравится». И у них еще ребенок между ними находится. И мне кажется, мой Вася, это вот точно моя судьба, мы друг друга ненавидим и любим, и никуда нельзя уходить, надо остаться. Короче, пиндосы нас программируют, да, на нездоровые отношения. Да нет, почему это абсолютно любая история. История «Ирония судьбы или с легким паром», два эмоционально незрелых, инфантильных человека, которые просто вытрясли мозг своим партнерам, разрушили свои нормальные жизни из-за того, что, ну вот Женечка, это моя Надя. Я думаю, сейчас все те, кто любят «Иронию судьбы или с легким паром», такие «так-так-так-так-так», что она сейчас сказала? Нет, я тоже люблю «Иронию судьбы», но давайте признаемся, они вот эмоционально не очень зрелые люди и не очень адекватные. Согласен, я, знаешь, так иногда, ну, просто размышлял над фильмом «Джентльмены удачи». Там же такая комедия, знаешь, эти зэки, у них там какие-то приключения веселухи, нет, там есть определенная драма, да, которая уже, она больше под конец, да, там раскрывается. Но в самом начале нам это так подают, что, ой, смотрите, зэки, они прикольные, уже не прикольные, а не зэки, как бы уже не прикольные. Они как бы поставили человека хорошего, интеллигентного в такие условия, у него нет выбора, он должен как-то адаптироваться. Это же другое социальное общество. Да, вот этот конструкт, как он адаптировался, как он потом к ним пропитался, то есть, ну да, это здорово, когда тебе объясняют, что, ну, присмотрись по сторонам, возможно, плохие люди, они не такие плохие, то есть будь внимателен вообще в целом к другим, но в целом история того, что они уже зэки, человек с подавленной волей, ты не можешь сделать иначе, ты должен сделать так. Да, не очень хорошо. В финале нашего разговора я тебя попрошу назвать три совета, которые Кате Никоновой помогают справиться со стрессом. Вот один я уже услышал. Да, трек «Дельфина, я люблю людей». Да, послушай, что ты такой агрессивную музыку. Давай тогда два назовешь каких-то способов, которые тебе помогают, и, возможно, они помогут нашим слушателям. Ммм, наверное, значит, это одно простое упражнение для снятия стресса, я его, то есть, очень часто советую людям с паническими атаками, которые ко мне приходят, это дыхание с животом, то есть ты делаешь глубокий вдох носом и выдыхаешь ртом максимально надувая живот, вот, и ты проделываешь этот цикл там в протяжении минут двух-трех, вот как-то твоя тревога внутри и злость, агрессия, они как-то сходят на нет, потому что ты сконцентрирован на дыхании, и именно дыхание с животом, то есть. Третье, не знаю. Ну что ты делаешь? Я как человек не очень хорошо справляющийся с агрессией и тревогой. Честно сказать? Поплакать. Поплакать? Мне прям реально помогает. Мне становится проще. Спектр эмоций накопленных, он выходит. Если не получается плакать, просто орать, кстати, вот. В подушку или просто? Если честно, то необязательно. Не важно, во что ты будешь орать. Или в кого, да. Можно вообще приехать в лес, встать между трех сосен и орать. У кого нет возможности доехать в лес, можно просто открыть окно. Ну вот этот вот крик в неизвестность, он помогает как-то избавиться. А мужчину можно плакать в двадцать первом году? Я думаю, да, почему нет. Отлично, на этой мудрой мысли мы завершаем нашу встречу. Спасибо, что пришла, я был рад тебя видеть. Я тоже очень рада была встрече. Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова